Ижевской пенсионерке Наталье Арслановой без дела дома сидеть скучно, а потому она решила стать волонтёром и принять участие в важном проекте по поддержке голосования за объекты благоустройства общественных пространств в Удмуртии. Готова. Мне это очень нравится. Я хочу, чтобы город Ижевский, вообще Удмуртия в целом, стали более привлекательными для жителей и чтобы народ любил свою республику. Нам предстоит работать в определённых точках, где большое скопление народа, например, на Центральной площади, или в супермаркетах, или в торговых центрах. И мы будем опрашивать жителей республики с 14-ти плюс лет на предмет голосования за какой-либо объект. Всего таких специальных волонтёров в Удмуртии будет 150. Они будут рассказывать жителям региона о проектах благоустройства, о возможностях участия в формировании комфортной городской среды. Добровольцы помогут зарегистрироваться на специальном сайте и отдать свой голос за конкретное общественное пространство. Голосование стартует 26 апреля. Мы определили общественное пространство на несколько лет вперёд, сразу, как только включились вообще в реализацию ещё приоритетного проекта в 2017 году. Поэтому сейчас мы можем с вами либо предусмотреть рейтинговое голосование в том плане, что в приоритете для людей раньше сделать, что можно немного отложить. Свой голос можно будет отдать за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже отобранной площадки. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на следующий год в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В республике сейчас формируется волонтёрский штаб для помощи в проведении голосования. Ещё один претендент-доброволец – ижевчанка Аида Алиева. Одной из моих задач также будет просветить людей в том, что существует данный проект. Есть ещё такая категория людей, например, пожилые люди, которые, возможно, даже не услышат о данном проекте. Просто проблема в том, что они, например, не могут пользоваться всякими компьютерами, планшетами. То есть волонтёры будут помогать данной категории людей проголосовать. Для поддержки проекта в Удмуртии зарегистрировались уже более ста волонтёров. Стать частью этой команды можно до 22 марта, оставив заявку на сайте добро.ру. Дмитрий Вороновнин, Юрий Дроздов, Новости.